В эфире новости на Аризон ТВ в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях дня к этому часу. Правящая партия действий «Солидарность» не получила ни одного кресла мэра в 11 муниципиях страны. Проиграв в первом туре в Кишиневе и в муниципиях Кагул, Чадерлунга, Ханчешты, Аргеев, Сорока и Страшены, ПДС также не получила достаточно голосов избирателей и во втором туре местных выборов в городах Унгены и Единцы. Предварительные данные представил Центр избирком. Согласно данным Центр избиркома, на выборах мэра в Унгенах победил независимый кандидат Виталий Врабия, набрав чуть более 57,5% голосов и опередив представителя от ПДС Дионисия Терновского, у которого около 42,5% голосов. Унгена единственной муниципи, где во втором туре участвовал кандидат от правящей партии. В Бельцах после исключения из предвыборной гонки независимого кандидата Арины Коршиковой победу одержал кандидат от нашей партии Александр Петков. По итогам обработки всех 60 протоколов Петков получил 59,63% голосов избирателей. Его оппонент Максим Марошан, баллотировавшийся от ПСРМ, получил 40,37%. Кандидат от Лиги городов и коммун Константин Кожакарь выиграл в гонке за кресло мэра в Единцах. За него проголосовали около 52% избирателей. Кандидат от ПСРМ Олег Сандуляк получил более 48% голосов. В городе Флорешты победил Юрий Ганган от социалистов. Примерно 59% голосов избирателей. Евгений Густой от ПДС набрал 41%. В Шалдонештах у правящей ПДС также не получилось набрать необходимые для победы в выборах голоса. По данным ЦИК, во втором туре выиграл кандидат от ПСРМ Вадим Гроза. Он получил 61,68% голосов, опередив кандидата от ПДС Алену Пензарь, за которую проголосовали немногим более 38% избирателей. Правящая партия получила мандаты мэров только в двух городах. В центре страны, в городе Неспорены, представитель ПДС Дан Ниджел одержал победу. У него 50,3%. Он опередил Василия Бытко от Европейской социал-демократической партии. В городе Калараше на следующие 4 года мэром стал Виктор Амбридж от ПДС. Он набрал 59%, тогда как Николай Розенбак от Куб набрал 41%. А на юге в городе Кантемире победил Роман Чубачук от нашей партии, набрав свыше 65% голосов и опередив Анатолия Коваля от ПДС, у которого около 35% голосов избирателей. В Камраде выборы выиграл независимый кандидат Сергей Анастасов, набрав 58,5% голосов и опередив другого независимого кандидата Николая Дудогла, за которого отдали свои голоса примерно 41% избирателей. Последний рассказал нам, что выступал за инфраструктурное развитие населенного пункта. В родном селе Башкана Гагаузии Этулии пост мэра заняла кандидат от ПСРМ Наталья Попова. За нее проголосовали 53,7% избирателей, а за кандидата от партии Возрождения Анну Мензад 46,3%. В кабинках для голосования мы также увидели Евгению Гуцул, которая рассказала нам, что выборы нельзя считать честными, ведь всего за два дня до первого тура кандидаты от партии Шанс были исключены. Это самые нечестные, самые недемократичные выборы за всю историю независимости нашей республики. Сегодня власть идет таким путем, чтобы убрать конкурентов, сильных конкурентов в лице оппозиционной партии. Тем самым направить или дать возможность выбрать того человека, который хотят они. Жители юга страны говорят, что пришли на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг, но были недовольны тем, что не смогли выбрать тех кандидатов, которых хотели. Надо было, раз уже все кандидаты поставили, надо было, наверное, допустить. Мое мнение такое. Уже люди будут выбирать, хотят они эту партию или не хотят. Нет, это нечестные выборы. По данным ЦИК, кандидаты, отправящие партии Действия и Солидарность, стали мэрами только в 291 населенном пункте из 898, где прошли выборы 5 и 19 ноября. 225 кандидатов получили кресло примара по итогам первого тура голосования и 66 по итогам второго тура выборов. Партия Действия и Солидарность не смогла выиграть на всеобщих местных выборах в первом туре не только в столице, но и в большинстве пригородов. По предварительным данным Центра избиркома, по итогам второго тура голосования, из общего числа населенных пунктов, входящих в состав муниципе Кишинев, кандидат от ПДС возглавит руководство в городе Кодру и Камуне Трушене. Всего из 18 столичных пригородов только 5 будут под управлением представителей правящей партии. Жители 8 из 18 столичных пригородов выбирали в воскресенье своих примаров в ходе второго тура местных выборов. Речь идет о населенных пунктах Кодру, Крикова, Дурлешты, Вадлы-Воды, Комунных-Бубуеч, Гратиешты, Тагатина и Трушены, где на избирательные участки пришли около 19 тысяч избирателей. Представители, отправящие ПДС, получили только два мандата мэра по итогам второго тура голосования. Такой же результат у партии «Национальное альтернативное движение», у которой также будет два мэра в пригородах. Политформирование, коалиция за единство и благосостояние, партия социалистов Республики Молдова и партия «Платформа достоинства и правда» выиграли выборы, каждая в одном населенном пункте. А один из кишиневских пригородов перейдет под управление победившего независимого кандидата. По данным Центральной избирательной комиссии, в городе Крикова кандидат от «Национального альтернативного движения» Виктор Слобозяну был избран мэром, получив 61,73% голосов. В коммуне Бубуечь также победил кандидат от «Ман» Леонид Уманец, набравший 50,75% голосов. Городом Кодру в течение следующих четырех лет будет руководить примар Стелиан Маник от ПДС, получивший 52,73% голосов. В коммуне Трушен и Виарико Берегой от ПДС получила чуть более 51%, а кандидат от партии «Куб» Элеонора Шаран победила в гонке за кресло примара в Дурлештах. 53,6% пришедших к избирательным урдам отдали свои голоса за ее кандидатуру. В одлой водах кандидат от ПСРМ Юрий Анафрийчук выиграл, получив свыше 54% голосов. В коммуне Гратиешты на выборах победила кандидат от платформы «Достоинства и правда» Ольга Караман, за которую проголосовали примерно 78% избирателей. В коммуне Тагатина победу одержал Сергей Чеботару баллотировавшиеся как независимый кандидат и набравшие 62,26% голосов. В остальных десяти пригородах Кишинева примары были избраны по результатам первого тура. Трое кандидатов победили от ПДС, а двое от партии «Национальное альтернативное движение». По одному креслу примара в пригородах получили партия «Народная воля», «Либеральная партия» и «Либерал-демократическая партия Молдовы». Кроме того, выборы выиграли также два независимых кандидата. Второй тур всеобщих местных выборов, в котором приняли участие около 314 тысяч граждан, что составляет почти 37% от общего числа избирателей, состоялся в 273 населенных пунктах Молдовы, включая 8 пригородов Кишинева, поскольку ни одному кандидату не удалось набрать с первого тура более половины числа голосов избирателей. Второй тур всеобщих местных выборов также не обошелся без нарушений. Среди них наблюдатели от Ассоциации «Промолекс» отметили досрочное или более позднее закрытие избирательных участков, перебой в работе установленных видеокамер или автоматизированной государственной информсистемы выборы. Наблюдатели Ассоциации «Промолекс» сообщили о более чем 100 инцидентах в ходе избирательного процесса во втором туре голосования. Большинство случаев, а именно 31, были связаны с присутствием посторонних лиц вблизи избирательных участков. Это было явление, если можно так сказать, массово наблюдаемое по сравнению с другими инцидентами или другими проблемными ситуациями. В день выборов у нас был 31 случай такого рода. Здесь надо сразу сказать, что если сравнивать с первым туром голосования, то во втором туре у нас была примерно десятая часть инцидентов, произошедших в общем первом туре. То есть и здесь цифра другая, но по сравнению с другими инцидентами это число довольно велико, потому что вчера это было самое распространенное явление. Программный директор «Промолекс» Николай Панфил заявил на пресс-конференции, что также были зафиксированы случаи фотографирования бюллетеней и более 10 случаев нарушения тайны голосования. Среди других инцидентов ситуация, когда на некоторых избирательных участках в течение нескольких часов не работала государственная автоматизированная информационная система выборы, а также видеокамеры на них. Мы констатировали 12 случаев прерывания процесса видеосъемки избирательных операций или, проще говоря, те видеокамеры, которые находились в помещении избирательного участка, не работали постоянно. Было несколько ситуаций, когда должным образом не работало оборудование, удлинители, розетки или у самих камер были какие-то технические проблемы. Так что мы фиксировали некоторые инциденты в этом отношении. Наблюдатели также отметили два случая отказа в выдаче копий всех протоколов подсчета голосов, а также ситуации, в которых присутствовала предвыборная агитация в виде плакатов или организованный подвоз избирателей в семи случаях. Что касается доступности избирательных участков для людей с ограниченными возможностями передвижения, наблюдательная миссия отметила, что 335 избирательных участков из 574 были недоступны в этом контексте. Николай Панфил ничего не сказал об использовании административного ресурса. Но перед вторым туром местных выборов Промолекс зафиксировало 19 случаев злоупотребления админресурсом, причем все они были в пользу кандидатов отправящей партии. А среди тех, кто их использовал, президент Майя Санду, премьер Дарин Ричан и министр инфраструктуры Андрей Спыну. Окончательный отчет со всей информацией Ассоциация Промолекс представит, скорее всего, в начале следующего года. Другим темам. Диалог между фермерами и министром сельского хозяйства оказался безрезультатным. Продолжаем готовиться к протесту, заявили аграрии. В минувшую пятницу представители Ассоциации форцы ферми Ерелор встречались с главой Минсельхоза Владимиром Боля. Ответ на выдвигаемые сельхозпроизводителями требования они получили в субботу. По словам представителей Ассоциации, позиция профильного ведомства не предлагает решений, которые могли бы немедленно улучшить ситуацию. Как заявили представители Ассоциации сельхозпроизводителей, вопрос о введении моратория на погашение долгов всем кредиторам и отменой штрафных санкций от банков на три месяца так и остался нерешенным. А предложение профильного министерства по созданию рабочей группы займет слишком много времени. Председатель Ассоциации форца ферми Ерелор Ион Пламедяло уверен, что пока будут создавать комиссии, тысячи фермеров лишатся сельхозтехники, земли и даже домов. И не вовремя, и поздно. И то, что они хотят, нас не устраивает. То есть они хотят, чтобы мы создали какую-то комиссию, начали изучать. А в это время, пока мы будем заседаться и изучать, наши фермеры обанкротятся. По словам Иона Пламедяло, аграрии все еще готовы к диалогу с властями. Но надежды на решение остается все меньше. И потому фермеры начинают подготовку к массовой акции протеста, которая намечена на 22 ноября. Попытаемся создать какую-то комиссию, каким-то образом решить вопросы, но ничего конкретного из этого не получится. И протест, скорее всего, состоит. Напомним, на встрече с аграриями в минувшую пятницу министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил, что вопрос о введении моратория, который требовали фермеры, нужно согласовывать с другими ведомствами, а также с премьером Доридом Ричаном. При этом глава ведомства пообещал, что поручит создать рабочую группу, в состав которой войдут специалисты из профильных министерств, которые рассмотрят запросы аграриев по всей стране и примет решение по каждому отдельному случаю. В первую очередь, как сказал тогда Боля, это будут фермеры с южных регионов, где два года подряд регистрировали засуху. Я считаю, что мы должны обговорить состав группы и организации, которые в нее войдут. Это и Минфин, и Минэкономики. Эта группа должна побывать во всех районах. Мы после обеда этот момент обговорим со специалистами министерства. Они рассмотрят все случаи среди фермеров, которые попали в кризисную ситуацию или оказались на грани банкротства. Напомним, требования аграриев остаются прежними. Введение моратория на погашение долгов всем кредиторам с отменой штрафных санкций от банков сроком на три месяца. А также выделение не менее одного миллиарда леев из Национального фонда сельхозразвития для компенсации ущерба микро, малым и средним фермерам не позднее 1 марта 2024 года. В случае невыполнения требований аграрии со всей республики обещают 22 ноября выйти на протест в Кишиневе на сельхозтехнике. Главврач Бельского перинатального центра задержан по подозрению во взятничестве. К управлению ЦБК обратился гражданин, который сообщил, что сотрудник больницы потребовал у него 7 тысяч леев за оказание качественных медицинских услуг для его жены и обеспечения надлежащей помощи в родах. 19 ноября главный врач был взят с поличным при передаче части денег в размере 5 тысяч леев. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО, куда его поместили предварительно на трое суток. Добавим, любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в суде. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Подробнее об этом и многом другом в наших вечерних выпусках новостей не пропустите. В студии была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. Удачного дня в продолжении и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!